Приветствую вас, Наталья. Ну, вообще говоря, важный момент в вашем тексте, в вашем сообщении, что делать, чтобы что? Чего вы хотите? Не очень понятно, честно говоря, потому что нет цели. Без цели нет. Работы нет какого-то запроса, какой-то наобразности, да, какого-то вектора. Без цели. Вот. Вы описали большую, длинную, достаточную историю, но для чего вы ее описали, чтобы что вы ее описали, на мой взгляд, опять же, не ясно. Если бы по итогу этой истории вы сказали бы, хочу в себе разобраться, хочу понять, например, почему, как я оказалась в таких отношениях, как оказалось получилось, что у меня не самые лучшие отношения и так далее, если бы вы сказали, что хочу гармонизировать свои отношения с мужчиной, например, что это было бы одно, это был бы конкретный запрос на решение конкретной проблемы, например. Но вы свою историю рассказываете и в ней есть достаточно резкие переходы, в ней достаточно резкие перепады, да, например. И в конце вы просто спрашиваете, что делать. Знаете, вот этот вопрос, что делать в такой ситуации, я в панике, он наводит меня на мысль о том, что вы, Наталья, созависимая. Что вы зависимый партнер, что вы зависите от своего партнера, вы зависите от мужчины и, как бы, ну, ваша зависимость, ну, в данном случае связана с определенными потребностями, да, так как любая зависимость, может быть, с избеганием от чего-то, что вам угрожает, вам эта зависимость не позволяет вести себя естественно, не позволяет вести себя, как бы, ну, конструктивно, скажем так. Значит, помимо того, что вам необходимо определиться с целью, с запросом к специалисту, к психологу, помимо того, что вам нужно посмотреть на то, из-за чего конкретно вы паникуете, например, да, сейчас. Есть несколько моментов по ходу вашей истории, по ходу вашего текста, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое. Вы пишете, что встречается с мужчиной, живет с ним на протяжении пяти лет. И как-то вот здесь не очень понятно. Вы пишете, что, например, на карантине вы сказали, ну, у вас светила мысль, что отношения стоят на месте, что вы, ну, не женитесь, там, не заводите еще одного ребенка, не улучшаете жилье. Но, с другой стороны, вы пишете, что мужчина пять раз чуть не довел вас до закона. То есть здесь вот не совсем понятно. Но, на мой взгляд, серьезных отношений вы боитесь, близких отношений вы боитесь из-за того, что у вас есть проблемы с личными границами и самооценкой. И в целом близкие отношения у вас не складываются. Поэтому внешне развалился первый брак и поэтому не складываются вторые отношения. Здесь, кстати говоря, есть сенсационарное поведение. То есть это вот повторение одного и того же поведения в похожей ситуации, которое необходимо корректировать. Вот, это отдельное направление психотерапии. Дальше. Вы говорите о том, что живете с мужчиной. Здесь всегда есть определенный конфликт. Проживать с человеком просто сожительством. И быть в браке – это разные вещи. И для мужчины, для русского менталитета проживание вместе и сожительством – вещи еще более разные, чем для, ну, для женщины, да, с русским менталитетом. Поэтому очень важно понимать, что одно другое практически исключают. Совершенно точно исключают на дальних сроках, на средних сроках и на малых сроках. Ну, вот, на небольших сроках – порядка двух недель максимум, там, месяц. Вот, хотя месяц уже тяжелее, уже тяжелее. Это, в принципе, допустимо. Ну, то есть когда лидер, например, просто пробует пожить в месте, да, просто посмотреть, как вообще он будет складываться. Это нормально. А в остальном, если вы живете с мужчиной, по сути, как поисточительствуете, да, то какой смысл мужчине жениться на вас, если… У него и так, в принципе, все есть, да. Если вы сожительствуете, если вы начали сожительствовать, то, опять же, как выгодно. То есть если вам важна семья ребенок, улучшение жилья, там, продвижение отношений, то сожительство – не самый лучший фундамент для подобного развития взаимодействия с партнером. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это момент, связанный с тем, что вы хотите, ну, что вас тревожит отсутствие развития отношений. То есть вот отсутствие свадьбы, семьи, отсутствие улучшения жилья и отсутствие ребенка. Здесь такое ощущение, что вы тревожитесь из-за, ну, стагнации отношений. Что вот отношения должны развиваться и так далее. Ну, вообще, конечно, любое взаимодействие действительно обладает определенной прогрессией. Это правда. Любое взаимодействие действительно обладает таким, ну, таким свойством, как развитие. Но это не может быть насильно. Ну, насильно, да? Это не может быть насильно. Это может быть только по желанию человека. То есть, любое развитие, особенно между двумя людьми, это естественная история. Но не какая-то такая вот влива, когда люди пытаются, что называется, заставить. Отношения, как иногда, это называется, работать. Да, это отношения должны работать. По мнению, ну, по мнению людей. Вот это вопрос, скорее, о собственных потребностей человека. Это вопрос вашей собственной пригодности. И я не думаю, что мужчина, в прямом смысле слова, ответственен за то, что вы хотите. Я не уверен, что мужчина должен делать, что как вы хотите, если он сам этого не хочет. Следующий момент. Следующий момент. Вы говорите про измену. То есть, вот, ну, описываете вы, что мужчина вам изменит. Измена. Измена это травма. Это травма и ее, как и любую травму, нужно проживать, нужно прорабатывать, чтобы она, ну, не беспокоила, да, не влияла на вас. Вот. Это сделать необходимо. Вместе с тем, измена это следствие того же по человека, человека в отношениях, например, ээээ, в первом, ээээ, что-то не устраивает. И очень важно понять, что именно человека не устраивает. Выше вместо того, чтобы попытаться понять, что именно не устраивает человека. Выше вместо того, как много не надо просто перед уходить. Это далеко не лучший расклад для построения, ну не для устраивания. Для устраивания отношений. Вот. Поэтому, как бы тот факт, что мужчина, допустим, вас добивался, просил прощения. Тут, конечно, все очень хорошо, но практического значения, это не имеет никакого, никакого, к сожалению. Потому что, да, прощение – это хорошо, но это, по большому счету, чувство вины только. И не более того, а чувство вины, оно, как правило, мотивирует человека на то, чтобы снова поступить так же и почувствовать его вновь, потому что чувство вины позволяет лучше понять, что правильно, а что нет. Ну, по сути, даёт какую-то определённость. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, что вы по вашим словам несколько раз, пять раз пытались уходить. Вот человек, когда раз он вас уговаривал, когда раз он вас возвращал. И вот здесь, конечно, так же, как и с изменой, когда он вас добился, здесь есть проблема восприятия себя и позиционирования себя в какой-то степени, как, ну, как, знаете, какой-то, может быть, приз, какой-то материальный, ну, такой, такая материальная ценность. Вот. Что, на мой взгляд, ну, в общем-то, совершенно неприемлемо. Если мы хотим отношения выславить корректно. То есть, что по факту происходит? По факту происходит, что вы приучаете человека к тому, что к вам не обязательно прислушиваться. по факту. То есть, вы демонстрируете человеку, что вас, ну, можно переубедить. И переубедить вас, ну, не то, чтобы легко, не то, чтобы легко, конечно. Вот. Ну, можно. И как только мужчина это понимает, вот, встает опять же вопрос, зачем ему вас ценить, что, как именно, что именно вас ценить. Если вы сами себя обесцениваете. Если вы сами не отстаиваете свою позицию, если вы сами не продвигаете свои интересы, если вы делаете шаги назад, уступаете. Следующий момент – это то, что вы говорите «мы». Мы жили как соседи. Мы стали, стали, ну, опять, спать вместе. Мы слова лишь обнимались. То есть, это все «мы». Не «я», а «мы». На самом деле, никаких «мы» не существует. Существует «я» и «ты», но не «мы». Вот то, что у вас, эм, превалирует, вот это вот «мы», говорит, говорит косвенно. Также о том, что вы пытаетесь, эм, эм, растворить в человеке. Вот. Ну, мягко говоря, это путь никуда, потому что. Итог, конечный итог, эм, такого поведения. Это обесценивание партнеров вас, что, собственно, и происходит сейчас. Мужчина вам не отвечает и вы снова за ним бегаете. Дальше, вот что странно. Вы говорите, что вас много не устраивает. При этом, вы же, эм, говорите, что, погорячили. И, эм, теперь мужчине пишите, что, выходи, люблю и так далее. Вот. Мне кажется ли вам, пока ваша пози, пози, позиция, несколько, непоследовательная. Вот. И мужчина действительно при таком раскладе может чувствовать себя собачкой, которую то прогоняют, то обратно зовут. То есть это, вообще говоря, неприятно. А, поймите, правильно я вас не, не, да, просто хочу разобраться, в этой, ну, в этой ситуации. Вот. И понимаю, что по-другому разобраться не получится в ней, только если обратить ваше внимание на все те моменты, которые ложны с точки зрения психологии. Вот. То есть глобально такое ощущение, что вы сами не совсем понимаете, что хотите, вот, и из-за этого страдаете вы, из-за этого страдает ваш партнер, который защищается от подобного, только через вот такую модель поведения. Ну и в целом то, что вы не нацелены на своего партнера, хотя говорите, что любите его, не нацелены на, значит, ну, на работу над отношениями, хотя хотите, чтобы они развивались, не очень понятно, почему вы этого хотите, ну, то есть зачем вам это, наверное, чтобы отношения развивались. Вот это всё. Но мой взгляд требует рассмотрения, требует терапии. Вот. Лучше, конечно, если вы это будете делать сейчас, пока вы, ну, скажем так, не с мужчиной, пока вы одна. Вот. Потому что, когда вы будете, если вы вернетесь к человеку, например, то не факт, что вы будете находиться в соответствующем состоянии для того, чтобы иметь возможность над собой работать. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, данный аспект в виду. на этом всё. Я надеюсь, что помогу вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok